это недавно сданный дом деревьев здесь нет думаю да полный пипец знаете такое ощущение что попал какие-то вонючие катакомбы они будут намокать достаточно интересно вот видите первое что обращаешь внимание его тут тоже нет я не удивлен подвал жилого комплекса как в компу в комфорт классе может быть вот такой вход на лоджию фу поднялся 13 этаж открыто друзья добрый день сегодня мы с вами поговорим о жилых комплексах солнечный город и солнечный город резиденции с одной стороны жилой комплекс солнечный город резиденции с другой стороны просто солнечный город комплексы возводится на участке земли 185 гектаров красносельском районе санкт-петербурга комплексы находится в самом конце проспекта ветеранов дома строится по монолитной кирпичной технологии фасады выглядят просто но о них мы поговорим с вами чуть позже квартиры представлены от студии до трехкомнатных квартир есть квартиры с эркером саунами к примеру в однокомнатной квартире раздельный санузел с одной стороны планировочные решения простые с другой стороны привычные для нашей жизни но самое главное что все квартиры сдаются с отделкой от застройщика давайте поговорим про основные отличия между жилыми комплексами солнечный город и солнечный город резиденции солнечном городе этажность домов от 8 до 12 в резиденции все дома в четыре этажа солнечном городе высота потолка два метра шестьдесят семь сантиметров в резиденции два метра семьдесят семь сантиметров а на четвертом этаже высота потолка 3 метра и с увеличенным проемом окна если посмотреть на квартирографию жилого комплекса солнечный город то преобладающее большинство которое занимает 70 процентов это студия и однокомнатные квартиры 20 процентов занимает двухкомнатные квартиры и чуть менее 10 процентов трехкомнатные квартиры в резиденции того больше преобладающие большинство квартир это 80 процентов это студии однокомнатные квартиры всего 16 процентов это двухкомнатные квартиры а трехкомнатные квартиры занимают 5-6 процентов от общей массы квартир в некоторых домах застройщика увеличен срок как сдачи так и передачи ключей. Поэтому будьте внимательны при выборе квартиры в этом жилом комплексе. Ближайшая станция метро к жилому комплексу это проспект Ветеранов и до него примерно 9 километров. Но зато рядом есть железнодорожная станция Сергиева. До него всего 2 километра, а электричка едет за 25 минут от комплекса до Балтийского вокзала. Теперь поговорим про социальные объекты. Ближайший детский садик это номер 92. Согласно информации от детского садика вакантных мест на этот год нет. В 203 школе, которая находится прямо на территории комплекса, вакантные места есть. И это очень меня радует. Застройщиком жилого комплекса Солнечный город является общество с ограниченной ответственностью Сэтл Инвест с уставным капиталом всего в 10 миллионов рублей. Не густо, знаете, я вам скажу. За эти деньги можно приобрести в этом комплексе всего лишь две однокомнатные квартиры и одно парковочное место. Застройщиком резиденции является аналогичное юрлицо с таким названием, но с уставным капиталом в 100 тысяч рублей. Другое ННН, друзья. Ну, знаете, на 100 тысяч рублей даже парковочное место не купишь. Есть, конечно, и нюансы в договорах долевого участия. Если интересно, пишите в комментариях, и я вам об этом обязательно расскажу. Класс энергоэффективности всех зданий Б, а это значит высокий. Так как дома давно уже сданы и в них проживают люди, давайте пройдем и посмотрим на качество строительства. Как мы с вами можем видеть, территория комплекса полностью закрыта. Дом сдан давно. Вот сейчас мы сюда зайдем и все с вами посмотрим. На первое, конечно, что обращаешь внимание, это отсутствие деревьев. Но это, друзья, и понятно, потому что внизу находится подземный паркинг. Соответственно, нет земли, нет деревьев. Ну, хотя бы есть кустарник. Детская площадка достаточно интересна, но, конечно, не нравится то, что бросается в глаза. Это вентиляторы дымоудаления из паркинга. Могли бы, конечно, это красиво закрыть, но красиво здесь никто не закроет. Как позиционирует застройщик, что это дома комфорт-класса? По мне, это обычные дома эконом-класса, но достаточно на хорошем уровне. Чисто зеленая трава, вход в уровень не в уровень с землей. Тут три ступеньки, вот такой дурацкий пандус. Первые два этажа это вент-фасад. Вот с такой плиткой, крепление все видно. Ну, смотрится, конечно, так себе. Вот внутри виден утеплитель, а выше, со второго этажа и выше это, соответственно, утеплитель и он, а что который называется. Это, друзья, мокрый фасад. Про него я, кстати, очень много говорил. Кому интересно, смотрите мои обзоры, либо просто загуглите. Заходим. Большой, соответственно, площадь по остеклению, есть предбанник, почтовые ящики. То есть, ну, вот, на первый взгляд, все в порядке. То есть, первый этаж, входная группа выглядит достаточно интересно. Здесь, кстати, есть где кнопка вызовов у лифтов. Кстати, лифтов ну-ка одна. Да, одна кнопка всего лишь вызова, но зато здесь грузопассажирский и, соответственно, пассажирский лифт. Лифты отис регенерации энергии. Вот эти именно лифты экономят до 70% электроэнергии. Это, конечно, здорово. Давайте сразу проверим, работает ли кнопка вызова. Отлично. Ждем. Второй раз здесь даже нажимать не нужно, уже радует. Да, здравствуйте, проверка связи. Как меня слышно? Хорошо. Спасибо большое, до свидания. Друзья, ответили с первого раза. Если застрянете, вам помогут и это очень хорошо. Приехали на 12 этаж. Опа! А смотрите, здесь лифт двухсторонний. Здорово. Ну, второй этаж, конечно, выглядит намного проще, не такой пафосный, как первый этаж. Есть указатель. Отсутствует при выходе нумерация квартир с какой стороны, но зато есть номера практически на всех квартирах. Вот здесь видно. Да, этот. От застройщика. Здесь почему-то поснимали. Не знаю для чего. Выход. Выход у нас на переходной балкон. Вот сейчас выйдем и посмотрим. Смотрите, как. Вот он. Видите? Смотрите, как строят куски кирпича сюда. Добили. Здесь, соответственно, металл. Если здесь нет нигде арматуры, то это, конечно, через какое-то время все будет. В таком состоянии все поотваливается. Отсюда, конечно, вид на трубы ТЭЦ. Вид в соседний двор. Вот можно его здесь посмотреть. Вот обратите внимание, что деревья просто вот три штуки. Ну, это просто ни о чем. То есть здесь деревьев нет. Понимаю, так как там паркинг их, соответственно, здесь не будет. И вот такой вот такой муравейничек. Но здесь сразу отмечу, что вот именно этот комплекс, это, можно сказать, эталон экономного жилья, массового жилья в Санкт-Петербурге. Вот здесь, кстати, отмечу. Вот видите? Вот такая темная полоска. Вот были дожди. И вот у меня ощущение, что здесь фасад намокает. И вот это видно. Видите? Вот такие следы остались. То есть здесь где-то не все сделано герметично. И поэтому через какое-то время обязательно будут проблемы. А вот, кстати, и новый детский садик на территории. Это, конечно, очень сильно подкупает. Знаете, этот комплекс мне чем-то напоминает жилой комплекс Энфилд. Оставлю ссылку на обзор прямо вот здесь. Нажмете, посмотрите. Но он на порядок лучше и комфортнее. Лестничные марши. Обычные, простые. Вот этот металл здесь даже, видите, длинолеум сверху, кусок резины не приклеили. Ну, в общем, конечно, так. Но зато, видите, есть указатель этажа и нумерация квартир. Вот здесь она, видите, есть. А там ее почему-то нет, когда выходишь из лифта. Это, конечно, для меня странно. И, кстати, в первых домах, когда здесь давал застройщик, здесь высшая высота потолка здесь где-то около 2,80. Именно последний этаж. Все остальные этажи 2,65. Бетон. А вот видно, люди дверь поменяли. Здесь у нас находятся различные коммуникации. Так, уже не планировано. Можно открыть. Друзья, и здесь и есть рукава для пожаротушения. Браво, застройщик. О-о-о, и здесь есть. И, видите, они перемотаны. То есть положено раз в год эти рукава по нормативу перемотать. И я вижу, что они перемотаны. Вот это уже, кстати, заслуга управляющей компании. Молодцы. Едем с вами вниз и идем смотреть дальше. Так как, конечно, это эконом-класс, но здесь стоят дорогие лифты, но для удешевления. Здесь нет обычных табличек. Нет второй кнопки вызова. Таблички нужны для того, чтобы понимать, на каком этаже находится лифт. О, минус первый идет, смотрите. Шикарно. Прямо в паркинг. И вот это эконом-класс. А лифт идет в паркинг. Ну, сейчас спустимся на минус первый этаж. И вы заметите, какая большая разница между стандартными этажами отделки этих этажей и самого паркинга. О. Тарарам. Выходим. Здесь видно, что было протечки. Вот текла влага. Это все заделывали. Фу, друзья. Знаете, хорошо, что иногда камер не передает это зловоние. Здесь ужасный запах. Ужасный. Какой-то фу. Не знаю даже, чем пахнет. Хочется отсюда быстрее выйти. Так, это у нас какая-то штука. Тут закрыто. Соответственно, вход только по картам. К сожалению, не попасть. Ну, вот видите, как сделан минус первый этаж. Конечно, смотрится-то не то, что бюджетно. Знаете, такое ощущение, что попало какие-то вонючие катакомбы. Спасибо, что есть кнопка вызова лифта. А то даже не знаешь, как отсюда вообще выбраться. Быстрее хочется отсюда уйти. Вот лифт уже куда-то уехал. И мне теперь вот здесь придется ждать именно пассажирский лифт. Потому что только пассажирский идет в паркинг. И это еще не все. Теперь слушайте внимательно. Вы приехали на автомобиле в свой уже оплаченный паркинг или взятый в аренду. Аренда, кстати, паркинга здесь от 5000 рублей. И, соответственно, у вас какие-то крупногабаритные предметы. Блин, а здесь пассажирский лифт. Вот почему нельзя было сделать, чтобы хотя бы сюда раз один лифт спускается? Почему не сделать груза пассажирский лифт? Это же намного комфортнее для жильцов. Но зачем думать о комфорте жильцов, когда это дом эконом-класса? И можно реально сэкономить большое количество денег и положить их себе в карман. А не сделать хорошо для вас. Знаете, я часто хожу по новостройкам. И как только ты спускаешься на лицо, здесь, кстати, два лифта. Пассажирский, грузопассажирский вниз. И идет ваш паркинг для того, чтобы вы не мучились и могли нормально привезти к себе домой крупногабаритный товар. Вот только посмотрите. Обычно выглядит это все очень-очень просто и уныло. Блин, вот нет слов. Банава умеет делать, строить красиво и хорошо. Управляющая компания Космос Сервис. Управляющая компания от застройщика. И если вы вдруг хотите узнать перед покупкой, сколько стоит обслуживание будущей вашей квартиры, заходите на мой сайт andreyartemov.ru. Там для вас собраны все бесплатные официальные ресурсы, где можно проверить все. Начиная от новостроек, заканчивая вторичным жильем, можно узнать вообще очень-очень много информации. Это те ресурсы, которыми пользуются профессионалы в недвижимости. Так что заходите и смотрите. Все бесплатно, без всяких регистраций. Одно из ноу-хау застройщика, либо управляющей компании, для того, чтобы выбросить мусор, ты зайдешь туда по своему ключу. Это здорово для того, чтобы из соседних домов в твои мусорные баки, соответственно, не выбрасывали мусор. А рядом с комплексом есть жилой комплекс от другого застройщика, Галуракса. Называется английская миля. И недавно, когда были дожди, там затопило просто все. 13-я или 12-я секция Ринди выдала. 13-я или 12-я секция Ринди выдала. Вот там впереди жилой комплекс, хотел сказать, торговый комплекс «Солнечный», где как раз находится крупный гипермаркет Перекресток. Туда, полагаю, жильцы ходят в основном за продуктами питания. Вот еще один из старых зданных домов. Здесь, конечно, мы видим... В общем, по мне это веселей, но при этом достаточно небольшой лифтовой холл. Одна кнопка также вызова. Лифты «Отис», 12-й этаж. На улице пошел дождик, и я поднимусь наверх, посмотрим с высоты птичевого полета. А вы пока ставьте лайк и напишите комментарий. А, и подпишитесь на канал, если вы еще не подписались, то к вам минус карму. Обязательно, друзья, подпишитесь. Вот, кстати, если посмотреть, то видим, что 10 квартир на этаже. В принципе, для масс-маркета это не так-то и много. Бывает их в два раза больше. 12-й этаж, межквартирные коридоры. Конечно, вот того дому, что я сейчас вам только показывал, здесь, конечно, все намного-намного смотрится симпатичнее. Но, конечно, большое количество квартир. Вот эти двери, кстати, бросаются сильно в глаза. Если бы их сделали хотя бы в цвет стен, то это смотрелось бы совсем по-другому, либо как-то более ярко сделали. Они так недорого, как это есть. Здесь мы уже видим другой переходной балкон. Ух ты какой он! Во-первых, он широченный. Здесь, наверное, метр тридцать в ширину. Балкон у нас открытого типа. Вот такие элементы сделали для того, чтобы отводить воду. Да, смотрится это, конечно, ужасно. Но, конечно, вместо здесь ограничителя просто положили камушек, потому что его нет. И дверь, вот, как видите, вот она обойдется, уже пошла ржавчина. Кстати, если смотреть на эти моменты, то здесь уже видна ржавчина по двери. Он отклеился, уплотнитель. Это вот такое качество дверей. Ну и качество самого металла, как видите, пошла везде ржавчина. Это бросается в глаза, конечно, не сгниет. Просто это еще 10-20 лет, а может быть даже и больше. Отсюда мы видим детский сад. Сейчас, конечно, он в отпуске. Вон кто-то приехал на машине. Вот там все новые дома. Они там уже идут более низкоэтажностью. И вот, к примеру, если здесь посмотреть, на некоторые вот здесь старые дома сданные, вот видите, как здесь вот наверху дополнительный кусок. Вот здесь как раз потолки почти 2,8 метра. Так что в домах, которые сдавали одни из первых, можно приобрести на последнем этаже квартиру с увеличенной высотой потолка. И это здорово. Вид нормальный. То есть у меня, например, лично не напрягает расстояние, потому что оно здесь достаточно большое. Большое количество домов. Меня радует, что это все-таки 12-этажные дома до 12. Вот там, кстати, 8 вдалеке, а это 12-этажные дома. Нет этих там, как в Мурино, по 25 этажей и выше. Ну, здесь, конечно, очень здорово, что можно прогуляться по переходному балкону, посмотреть. Вот он, главный проспект, который идет как раз к торговому комплексу. Солнечный. Вот видите, первое, что обращаешь внимание, во-первых, даже здесь нет деревьев. Вот посадили какие-то ветки, но это очень мало. Надо же нормальные сажать деревья. Не то, что сажают застройщик. Это делали город, не то, что, скорее всего, это застройщик. Соответственно, видим по парковке. Вот сейчас день, времени 11.56. Сегодня понедельник. Но при этом, обратите внимание, все забито машинами. Вот не зря вот эти желтые ограждения останутся для того, чтобы машины не парковали на тротуаре. Потому что с парковкой здесь реально очень плохо. Если у вас нет паркинга приобретенного, если вы не взяли его в аренду, то вы должны понимать, что с парковочным местом здесь будет печалька. Ни один круг проездите, чтобы припарковаться. Ну, соответственно, как-то, вот когда сверху смотришь, ну, трубу-то это ладно, там ничего такого страшного нет. Но вот трубы из дома, это у нас вентиляция, как я понимаю. Ну, так смотрится, конечно, ну, очень много такой, знаете, как, ряд солдатиков. И сразу понимаешь, что это, ну, точно не комфорт-класс. Вот, например, вот там дальше, видите, там их уже не видно, и уже фасад дома смотрится с высоты совсем по-другому. Здесь такое ощущение, что просто дома труб. То есть, как будто это завод какой-то, а не жилой дом. Это сугубо мое мнение. У вас может быть оно совсем другое. Вот он, въезд в паркинг. Мне бы хотелось, конечно, постараюсь зайти, хочу посмотреть, есть ли там следы от влаги, потому что в английской миле там был полный пипец. Сделаю, кстати, вставочку, чтобы вы могли это видеть. Ну, вот сам двор, если на него обратить внимание, сейчас давайте я приближу. Он с высоты вот здесь отлично виден. И по мне очень хороший двор. Первый для меня минус – это отсутствие деревьев от застройщика. И второй минус – это вот, видите, вот эти сооружения, это вентиляторы для дымоудаления. Если бы их хотя бы там закрыли полностью по периметру, то смотрелось бы совсем по-другому. А так вот такой заборчик металлический стоит, они видны, и, конечно, ну, взгляд на них всегда падает, и по мне вид не очень. Ну, как говорится, каждому свое. Кто-то привык к нормальному виду, кому-то, в принципе, и так нормально. Он живет в квартире, им приходит и поздно вечером, когда темно, и вообще не гуляет во дворе, и для него хорошо. Но те, у кого есть дети, они, конечно, ходят и обращают на это внимание, на это смотрят дети. И дети понимают, что так и должно быть, это в порядке вещей. Потом они будут архитекторами, будут спроектировать и строить вот такие же дома эконом-класса. Хотя за эти деньги можно было построить еще достаточно лучший проект, нежели чем здесь. Вот снова слышно, как летит самолет, когда у тебя открытые окна, или ты здесь, это очень слышно. Но понимаешь, это все равно будет слышно первое время, потому что человек ко всему привыкает, и привыкает к этому шуму, и потом уже просто на него не обращают внимания. Кстати, раз заговорили про шум, то здесь шумоизоляции просто нет. Вы должны понимать, что это, друзья, эконом-класса жилье. Если хотите, чтобы было поменьше шума, то выбирайте последний этаж, потому что над вами никто не топает. А вот и первые проблемы с мокрым фасадом. Вот видите, вот эти участки. Вот она валится, штукатурочка, поэтому, соответственно, уже управляйка вызвала мастеров, которые этот дефект исправляют. В общем, что я успел краем глаза взглянуть, так это то, что вот именно здесь я на въезде-выезде в паркинг не увидел следов влаги. А вот это грибок. И вот это грибок. Понимаешь, что влага есть. Не знаю, как ее много, но вот в этом месте она точно есть. И вот в этом. Это недавно сданный дом. Но в уровень земли почему-то не строят, делают вход выше. Конечно, когда у тебя нет детей с колясками, то ничего страшного нет. Но, конечно, удобно, когда ты входишь прямо. Но большой плюс, что стекление стало еще больше. предбанника уже здесь нет. Но зато можно сразу пройти в свой двор. Так, что это у нас за помещение? Тут закрытое. Какой-то закуток, наверное, колясочное. Будем надеяться, что это она. Лифтовой холл, запах краски. Видно, что лифты не работают в сданном-то доме. Ну, зачем он? Смотрите, фантастика. Я прохожу через стекло. Его просто здесь нет. А зачем здесь? Ну, конечно, вот здесь, знаете, такое обычно ставят забрало. Его тут тоже нет. Либо проблемы с забралом, либо проблемы с клапаном. О-о-о-о. Все открыто. Ну, вот давайте смотреть. Ну, просто безобразие. Куча проводов, скрутки. Вот все вот так это выглядит. конечно, блин, нет слов. А, здесь почему-то нет электричества. Может быть, у них сегодня электричество вырубили. Поэтому не работают. Кстати, работают лифты или не здесь? Если кто-то уже делает ремонт или живет, дайте знать. Отсутствуют рукава для пожаротушения. Без них дом сдать нельзя. Сразу вопрос. Как сдали дом, если их здесь нет? Квартиры пошли. Тут-то клапаны интересно спрятали. Так, мне бы найти, где лестничный марш. Пойдем туда и поднимемся пешочком. Посмотрим на все безобразие. Ну, вот здесь, видите, тоже красили. Не могли это сделать аккуратно. Так, зуммер есть, дымоудаление должно работать. а это индикатор пожарная система. Она почему-то зуммер не работает. Ну, я не удивлен и не удивлюсь, что если он не работает. Двери, кстати, очень плотно открываются. по-народному так не должно быть. значит, лестничную площадку, чтобы пройти, это должна быть соседняя дверь. Попробуем. Подвал жилого комплекса. Метр, наверное, 60 находятся трубы. Надо пригибаться, чтобы голову не снести. А давайте смотреть наличие влаги. Ну, слушайте, здесь не видно, чтобы где-то была вода. Вообще не видно. Сухо. При этом недавно проходили такие хорошие дожди. вот у нас земля. Это трубы отопления, по ним идут горячая вода. Видите, насосные, водомерный узел. Сухой подвал пока. Спустимся ещё немного ниже. вот самая низкая точка и здесь сухо. И, кстати, не видно, что вообще здесь где-то были следы воды. То есть здесь этого нет. молодцы, достойно. Что тут у нас ещё интересного-то есть? О, а здесь есть рукава. Вот он, один рукав. Здесь, полагаю, второй. А вот рукав должно было всё уже давно опечатать, пумбировать. Но этого почему-то нет. Ну и по коммуникациям смотрите, здесь порядок. Вот зашёл это лестничный марш. Вот он пошёл уже наверх. Топ-топ-топ. Тут они стяжечку сделали, периметр покрасили, как в советское время. Можно выйти на переходной балкон. тут видны ещё идут малярные работы в данном-то доме. Видите, скотч поснимали, красили, трещина уже на стяжке пошла. Стеклопакеты меняют. Прикольно. Это сюда зайти надо вот так пролазить. Опа! Внутри запах здесь есть краски, то есть видно, что совсем недавно всё сделали. Сделали достаточно неаккуратно. Скотч даже полностью не сняли малярный. Достаточно весело, прикольно. По мне лучше вот такой цвет, нежели чем просто обычные белые или светло-жёлтые стены. Мне, кстати, очень странно. Например, вот здесь есть нумерация квартир, здесь почему-то нет двери от застройщика. Здесь есть, здесь есть, тут есть, справа нет, слева есть. Да, очень странно. Вот раз, раз, мы прямо вышли. Так, что с лифтами? Пойдёмте наверх поднимемся, может быть, нам повезёт наша удача, и мы с вами посмотрим кровлю. Кстати, точно такие же перила в жилом комплексе Ариоста с квартирами 9 миллионов рублей. здесь почти в два раза меньше. Вот видите, краска свеженькая, и они ещё красят. Вот так и сдают дома. Фу, поднялся 13 этаж, открыто. Давайте взглянем, что здесь. вот смотрите, получается этот козырёк от воды под штукатуркой. Вот там есть такой миллиметр, больше, меньше, промежутая штукатурка, прямо на металле. Вы понимаете, да, плотность металла, плотность штукатурки. понятно, что через какое-то время этот низ начнёт отваливаться. Здесь хорошо видно на углах тоже. сделали, конечно. Вот это защита, что птицы не залетали, кошки, домашние животные, вентиляция, возможно, вентиляция, канализация, ташка, индиционный, вижу трубу, козырёк. Капельника здесь просто нет. Вот видите, вид, красили, и всё. Вот оно, видя. Тут она, хотя бы, герметиком, было пройтись укунка, кстати, сделали нормально. Видно, что такой сразу подойдёт сюда, к ливнёвке. Система громоотвода, вентиляция техэтажа. Да, вид хороший. Вот видите, школа, детский сад. Вот это, конечно, радует. И знаете, такое ощущение, что дофинского залива рукой подать. Ну, туда прилично идти. Приятный комплекс, несмотря вот на нюансы, какие-то недоделки. Ну, приятный. Я понимаю для себя, что это эконом-класс, соответственно, я понимаю, что требовать него чего-то большего не стоит. Но, при этом, всё должно быть сделано качественно. Вот видите, как здесь разметочку сделали, места для маломобильных групп населения, парковка, день, всё заставлено. Вот как раз резиденция строится. Здесь, видите, уже вентиляционные трубы, они вот за, скажем, стеной, поэтому вид это совсем другой, нежели чем в других комплексах. знаете, я больше такого ничего не вижу. Здесь, конечно, должно быть купол, чтобы вода сюда не попадала, снег, всё остальное. Не знаю, может, потом поставят. Хотя странно, дом-то сдали. Видите, здесь и здесь открыт, и, похоже, вообще не закроют. Ну, вот здесь, да, на мелочи смотрите, видно, что герметиком прошлись, отверстия остались, то есть сделано всё так, как говорится, для вида, чтобы было. Также вот здесь на углу видно, понятно, что влага будет попадать, и через какое-то время проявится недостаток. Например, как здесь уже ржавчина пошла в новом-то доме, когда только успела, непонятно. Вот видите, бутылочкой квас кто-то попил, бутылочку туда поставил, для того, чтобы вместо вот такого грибка. Ну, слушайте, ничего такого здесь пока не вижу жуткого. Оставили мастера. вот смотрите, коробка, здесь электричество, она открыта, косой дождь, будет туда попадать влага. Для того, чтобы она не попадала, вот такую железку накрыли, ну, блин, конечно, друзья, колхоз, колхоз, нельзя так делать, нельзя. Вот видите, здесь коробка закрыта хотя бы, а там её просто нет, то есть это кто-то открыл, либо не поставил. Вот здесь, видим, стоит вода, хотя, должна она вся стекать. Косяка здесь нет, если с кровлей нет проблем, если здесь нигде, ну, вот, например, здесь, да, вот можно посмотреть, вот видите, вот видно прямо отсюда, как считаете, будет попадать влага или нет, или вот здесь, где герметик, кто это вот так сделал-то? Вот здесь видно, что доливали потом, то есть здесь то ли они дверь сделали, потом забыли, разные даже по цвету виден бетон, косякнули, строители косякнули. Да, кстати, смотрите, сданный дом, для того, чтобы дверь не закрылась, вот её подперли ручкой, потому что ручка уже не работает, красавца. Там утеплитель, футбольное поле, отсюда очень хорошо видно, где дети занимаются спортом. ух ты, а здесь у нас находится коллектор на тепло, то здесь идёт тепло, вот по этой трубе, в каждую квартиру, вот они все подписаны, и уже остывшая вода идёт обратно вниз, в цоколь, в теплоприёмник, нагревается, идёт дальше. Вот смотрите, стены, стена это не монолит, это цивной блок, это блок из цемента, определённой плотностью, и если, конечно, он хорошо сложен, нет сквозных щелей, вообще нет щелей, вот этого не должно быть, вот здесь тоже этого не должно быть, то со звукоизоляцией будет нормально, это между стенами, ну так как, соответственно, здесь застройщик не применяет никакую звукоизоляцию, я могу полагать, и по отзывам жильцов, понимая, что вы будете слышать своих соседей, друзья. Здесь лифты зашиты ОСБ, для того, чтобы строители их там и люди не убили, ну, застройщик Сатал Сити называет это парадное, я это называю подъезд, парадное в моём понимании совсем другая, а вот вы как считаете, то, что вы видели в моём ролике, это парадный, или это всё-таки подъезд, а вот напишите, пожалуйста, друзья. Кстати, давайте здесь проверим, это же новость данную дому. Вот, кстати, нажмите ещё раз, давайте. Вот, кстати, первое, что здесь обращаю внимание, нет нигде таблички, вот если что-то случилось, куда мне позвонить? Куда? Вызов принят, ждите ответа. Сейчас посмотрим, будет ответ или нет. Здравствуйте. Проверка связи, как слышно меня? Слышно, хорошо, а подскажите, почему отсутствует табличка, если я здесь застряну, куда мне позвонить? И правил эксплуатации лифта тоже нет. Исправите? А, это я в охрану позвонил? Ого, как здорово, понял, спасибо вам. Я честно думал, что когда звонишь вот на эту кнопку, попадаешь к лифтовикам, а тут, оказывается, попадаешь в охрану. Вот так вот. Охрана навряд ли поможет, а лифтовикам не позвонить, потому что, как правило, отсутствует, так и нет номера, куда звонить, если здесь застрянешь, не дай бог. Хо-хо, класс энергоэффективности, а у этого дома надо будет проверить проспект ветеранов, дом 175. Ну вот, смотрите, обращаю ваше внимание, дворы просто куцые, деревьев здесь нет. Маленькие вот такие сосенки посадили. И я отмечу, что первый этаж, это жилой этаж, и в новых корпусах он почему-то очень низкий, то есть практически в уровень землей. Вот, видите, лоджии, окна, это вот как раз жители первого этажа. Ну, мне бы на самом деле не очень бы хотелось жить на первом этаже в таком комплекте, потому что как-то очень, очень низко. Всегда можно подойти, заглянуть, посмотреть, что там творится. Кстати, смотрите, друзья, мы с вами, к сожалению, не смогли попасть в квартиру, но как в комфорт-классе может быть вот такой вход на лоджию. вот здесь, наверное, 10, 20, 30, сантиметров 50 или 60 вот эта створка, не больше. Ну и, конечно, здесь такой просто очень маленький, очень маленькая лучше, очень маленькая. Можно отдать должное, слышите, там немножко залили пеной, поэтому, когда будет идти сильный дождь, это не сильно будет грохотать. Здесь прошли герметиком, по крайней мере, на первом этаже. Что выше непонятно, там, к сожалению, не посмотреть. Конечно, резиденция на фоне солнечного города выглядит намного презентабельней. Фасады, на мой взгляд, они такие более светлые и на долгие годы обеспечивают такой интересный фасадный вид. То есть даже через 10-20 лет они будут современными, в отличие от солнечного города. Ездит общественный транспорт, это большой плюс, остановка прямо у дома, напротив дома, проспект ветеранов, и ехать, друзья, вот туда, 9 почти километров. Солнечный город, английская миля, да-да, друзья, это там, где все было по поясу воде. Кстати, когда идешь, вот по асфальту идти очень удобно, а вот по этой эко-парковке очень неудобно идти, потому что ноги попадают прямо туда, в глубину. Как-то не очень продуманно это все. Вот так, друзья, я считаю, должен выглядеть обычный эконом-класс район. Здесь очень сильно подкупает наличие школ и детских садов, куда можно попасть. Тарас, здравствуйте. Как долго вы здесь живете в этом комплексе? Уже почти 4 года. О, то есть вы, получается, одни из первых, кто вообще сюда заехал. Да. Комфортно ли здесь жить? Сейчас уже в целом, да. Если не считать некоторого шума от машин, ну, это зависит от того, куда окна выходят. Если начали говорить про шум, шумоизоляция в доме есть? Соседи слышите? Слышно. Шумоизоляция средненькая, скажем так. Квартиры застройщик сдает все с ремонтом. Вы же получили тоже квартиру с ремонтом. Как качество принимаемой квартиры было на тот момент? Я бы сказал, на твердую четверочку. Вот за эти более 4 лет, что прошло, вы там живете, что-то подвалилось, обои там, еще что-то? Нет. То есть все в порядке? Все в порядке. Все работает штатно, скажем так. Зимой холодно? Нет, зимой тепло. Летом жарко? Летом, если солнце светит, в окна тоже жарко. Кондиционер ставили или нет? Нет, на фасад ведь нельзя его вешать. Да, здесь, сожалению, есть такая особенность, что на фасаде вообще нельзя ничего вешать. Какой-то такой большой минус, чтобы вы пересмотрели бы вестражительство. Силье-то, наверное, даже не назову. Какие-то есть мелкие, но они есть везде. А какой-то радикальный, серьезный не приходит в голову. Видимо, нет. Я понял. Недавно был хороший дождь у нас в Питере и вот ваши соседи, английская Эмиля, там было по поясу воды. Вот у вас топило, там, топило паркинг или нет? Ну, у нас в каком-то году, может быть, пару лет назад было, ну, конечно, не по поясу, ну, было немножко, затапливало. Ну, вот тогда это, наверное, два-три дня примерно вода уходила. Но это вот на моей памяти один раз только было. Потом, наверное, исправили, поэтому сейчас этого нет? Скорее всего, потому что дожди сильные были ни разу, ни два, и больше не помню, что затапливало. До метро, могу сказать, опять же, если и рано, как я выезжаю, то это не больше 25 минут с учетом ожидания. А вот более загруженное время... наверное, чуть побольше будет. Не знаю, я думаю, может быть, до часа даже. У вас вот сын, смотрю, есть. Он в садик ходит? Пока еще нет. А когда пойдет? Ну, вот осенью. Осенью уже пойдет. Как в садик, нормально попали, без проблем? Ну, вот в садик, к сожалению, ближайшие попасть не удалось, чуть подальше, там, например, строя. Деревьев хватает вам или нет? Ну, пока еще маловато, они еще, видимо. Не проросли, не посадили. Что бы хотели, чтобы вот здесь изменилось? Ну, такое первое и слабо осуществимое, это метро, но это, я не знаю, будет ли это. И, чтобы, конечно, побольше было выездов, чтобы разгрузить основную улицу, потому что по ней весь транспорт идет. По ветеранам, да, вы имеете? Нет, я имею в виду вот здесь улица. Потому что в той стороне еще выезды на проспект как-то еще не очень оборудованы, видимо, и основной поток идет здесь. Ну, правильно, домов большое количество вокруг дороги, все выезжают с утра, я так понимаю, там пробочка такая. Да, там еще и пробки бывают с утра. Что с парковкой здесь? У вас паркинг есть? Паркинг здесь тоже в целом туго, если нет паркинга или места на открытых стоянках, то люди ставят просто друг другу на голову и периодически эвакуаторы их вывозят. А паркинг не знаете, сколько здесь в аренду стоит? Ну, порядка пяти тысяч. Ну, недорого, в принципе. Дешевле в аренду взять, чем покупать. Ну, скорее всего, на открытой стоянке вроде еще дешевле. Ну, то, что она открыта. Точно не скажу, но... Она охраняемая, да? Ну, номинально, да, как там, не знаю. Кстати, вот ваши соседи общались очень хорошо, отзываются о охранной организации, которая здесь осуществляет контроль, что очень быстро реагирует. Вот вы согласны с этим или нет? Сталкивались? Ну, вот я тоже наслышан, что в целом реагирует быстро и оперативно. Вот вечером, как здесь обстановка, криминальный район или нет? Можно спокойно пройтись, там прогуляться в час, в десять, в одиннадцать вечера? Я бы сказал, что достаточно спокойно. Все-таки вечером поздно бывает, там, магазин или откуда-то возвращаешься, и вполне так, вполне спокойно. Можно его назвать, этот комплекс, семейным кварталом? Думаю, да. Здесь, в принципе, инфраструктура уже сейчас достаточно развита, и магазины, и садики школы, и площадки детские, в принципе, поэтому, скорее, да, чем нет. А что с поликлиникой детской? Поликлиника, ну, вот я знаю, у нас в соседнем доме отделение. В соседнем доме отделение есть, да. Ну, еще вроде строится там, по крайней мере. то есть будет? По крайней мере, да, что-то информация была, а вот я еще туда не ходил, не смотрел, что там именно строится. Здесь у вас ближайший торговый комплекс Солнечный, ходите туда? Ну, да, там за продуктами. Здесь, в принципе, лента тоже недалеко, если нужно что-то в большем объеме, то можно туда доехать, при том, что маршрутка туда ходит, отсюда прямо дисплатно. Спасибо вам большое, хорошего дня. Спасибо. Смотрите, нашел большие елочки. Эх, на Новый год их можно красиво нарядить. Теперь поговорим про цены. В жилом комплексе Солнечный город однокомнатную квартиру можно приобрести за 4 миллиона 350 тысяч рублей. Это от застройщика. В резиденции она уже стоит чуть дороже. Это от 4 миллионов 500 тысяч рублей. Машина-место стоит от 600 тысяч рублей в подземном паркинге. Есть акции, скидки и ставка в 2,55% годовых. Хотите узнать подробнее? Звоните. Людей в первую очередь подкупает этот комплекс. Это цена, это школы и детские сады на территории комплекса. Мое мнение, что это лучший проект эконом-класса жилья в Санкт-Петербурге. Вот так, я считаю, должны выглядеть все остальные дома. Но зачастую, к сожалению, либо цена значительно выше, либо качество значительно ниже. Знаете, когда выбираешь себе поддержанный автомобиль, то, чтобы не попасть на обитый и не крашеный, ты обращаешься к специалисту. Тот, кто приедет, посмотрит, проверит историю, проверит лакокрасочное покрытие и все остальное. С недвижимостью, друзья, аналогичная ситуация. Чтобы не попасть на недоброкачественного продавца, всегда лучше обратиться к специалисту. Нужна помощь в покупке либо продаже недвижимости. Звоните. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, а не ставьте дизлайк. Поделитесь ссылкой на этот обзор. Ну, а я, как обычно, с вами не прощаюсь. Я говорю, до скорой встречи. Кстати, как мне лучше, с бородой или без? Напишите в комментариях. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!